В мире бум близнецов Популярные близнецы На просторах СНГ И сегодня они у нас здесь В ток-шоу Говорит Украина Пожалуйста, встречайте Юрий Владимирович Тарцуев Исполнители роли Сыроежкина И Электроника Ой, легенды Как мы рады вас видеть Спасибо Садитесь, пожалуйста Вас были влюблены Все девчонки-школьницы Ну, в моем классе Половина точно Я думаю, не столько В нас, сколько у наших героев Самое интересное, что Мы знаем, что даже Были такие некие соревнования Половина класса, допустим, была влюблена в электроника А половина сыроежки Ну, вот такая вот ситуация была А как вы девчонок делили вообще? Честно говоря, мы их не делили Никогда И, вы знаете, интересный вопрос, когда задают А вы вот ходили на свидание Менялись ли вы? Всегда Всегда возникают вопросы Зачем? Ну, вот Это не было Слушайте, потрясающе Я сижу сейчас на одном диване С кумирами по большому счету Девчонок Это, конечно, потрясающе Давайте вспомним те кадры, друзья Из детства Сыроежкина электроника Внимание на экран Слушай Че это ты на меня такой похожий? А? Это ваша фотография была в журнале? Ну, моя Значит, я сделан по вашему образцу Вероятность нашей встречи составляет Одно тысячную процента Нам с вами повезло Да? Слушайте, ну как вы попали в кино? В кино мы попали по чистой случайности Его величество случаев Нам просто, наверное, очень повезло Первый раз нам повезло, когда мы вдвоем родились А потом, действительно, мы попали А второй раз сильно повезло, когда нас пригласили на Одесскую киностудию Одесская же киностудия родная Да, и действительно, тогда искали исполнителей Сначала в Одессе, в Киеве, в Ленинграде тогда искали Потом начали просто обзывание школы Спрашивать, есть ли близнецы Так плохо было с близнецами вообще? С близнецами-то было хорошо Они, наверное, просто не все подходили Сколько пар близнецов уже до того, как вас нашли и сказали Да, это они Комиссия это отсмотрела режиссера Честно, крайне говоря, разные цифры мы слышали Кто-то говорил, вообще 386-й парой мы были Кто-то там минус 100, плюс 100 Вот, но, конечно, когда мы первый раз приехали На тогда киностудии Горького, как раз на пробы И когда мы увидели, когда сидит 8 пар близнецов Это, конечно, был шок Шок, шок Ну, здорово А представляете, сидело бы 386 пар близнецов? Нет А говорят... Это опасно, на самом деле, честно говоря Слушайте, а как выбирали? Вот как, значит, Сыроежкина, как выбирали «Электроника» Что у вас спросили? Стих исполнить? Что там? Песню спеть? Ну, конечно, режиссер выбирал И самое интересное, что он сначала сказал Ребята, вы определите, сколько вы будете играть И мы учили, в общем-то, дома Определились, да Определились А вот это вот битва за эту роль Битва была, честно говоря Мы тогда поссорились сильно Но это и логично, да Потому что Сыроежкин парень из соседнего двора А «Электроник» за границу едет А мы же думали, что на машине Бандиты За жвачкой Умные, положительные Ну да, за жвачкой Конечно, хотели бы быть электрониками Но начали пробовать И нам режиссер говорит Ну-ка, поменяйтесь Что-то здесь, говорит, не так Когда мы поменялись, в общем-то, все стало на свои места Даже была идея, что мы в процессе съемок будем меняться Но как-то не случалось Вжились мы в роли Вжились мы в роли, да И уже даже такие немые проходы со спины Уже видно, что это кто-то не тот Это кто-то не тот парень Слушай, ну-ка подожди Держи, одевай Иди сюда Ой, вот это да Видал? Да нас теперь родная мать не отличит Ты думаешь? Чего бы? Да ты посмотри Ты посмотри, как здорово, а? Вот Слушай, Эл Мы с тобой таких дел натворили Каких? Ай, не знаю пока Ай, слушай Мы с тобой обязательно должны что-нибудь придумать Что? А Когда натворили, тогда увидим Ого Вот и натворили Значит, смотрите После того, как ваш фильм «Приключения электроника» вышел на экраны Вы стали самыми настоящими звездами Сколько писем, ну так, допустим, давайте В день приходило от поклонниц? Абсолютный рекорд На домашний адрес 36 писем В день? В день Да А писали, а писали вот что? Девчонки писали? Или, может быть, писали мальчишки, писали бабушки? Все писали? Все писали И письма были очень разные Конечно, в основном были письма со словами благодарности И многие предлагали какую-то дружбу, переписку Вот, конечно, были письма И не совсем с благодарностью, да То есть А, ругали даже Конечно А что, например, за что? Сыроежкин же хулиган И после картины тоже такая интересная была история Начальник отделения милиции вызывает Юру, говорит Пенсионеры и так далее Если что-то плохое происходит на районе То обязательно Кто-то что-то спалил Хотя, обратите внимание Вот они, правда Это значит Сыроежкин Он показывает такую вот пачку Говорит, видишь Вот это все на тебя Я говорю, это не на меня Я совсем другой Это да А вот, видишь, мальчик кучерявенький Похож на Сыроежкина И все Вот, да Поэтому были такие, в общем-то Письма А это правда, что родители буквально несколько раз вынуждены были менять номера телефонов Потому что домашний телефон обрывали Не просто обрывали То есть, тогда Я тоже думал, что такое только в кино Ты поднял трубку, положил, она звонит Поднял, положил, она звонит Вот так вот С 6 часов утра до 2 часов ночи Действительно Проводили эксперимент Поднял, положил трубку Сам свой номер набрал И вот он сразу начинается звонок Вот, то есть И такое было Слушайте, а скажите А вот откуда номера-то узнавали ваши? Ну, по-моему, это было несложно И тоже была такая ситуация Мы как-то в детстве были в пионерском лагере И приехала к нам подружка в Москву И говорит, представляешь, стою около вокзала Стоят две девочки Около телефона автомата Я подхожу, говорю, а вы случайно не знаете телефон Торсуевых? Не вопрос, давай Дали телефон Была еще другая история Приходили письма Просто написано Москва, почтальон Найдите, пожалуйста, электроника и сыроежки И уже тут цапнут центральное адресное бюро И уже там уже знали наш адрес И лепили бумажку И все, к нам приходили Почтальон, найдите электроника и сыроежки А кому все-таки больше писали? Такой статистики нет, честно Но я думаю, что мы абсолютно вот здесь 50 на 50 То есть нельзя сказать У кого-то больше, у кого-то меньше Говорят, девчатам больше хулигана нравится Говорят Это говорит Украина У нас в студии Самые известные близнецы Советского Союза Электроника и сыроежкин Скоро вас ждет встреча с удивительными близнецами Сестрами, тэквондистками Которые никогда не становятся спарринг Из-за боязни друг друга покалечить Слушайте, но вы ведь неприкасаемы не были Потому что в округе у мальчишек, насколько я знаю, была игра Пойдем побьем электроника Было такое? Ну, я бы сказал, не побьем, а подеремся То есть нарывались сами Не, ну, бывали разные ситуации Да, ну, раньше все-таки Не было столько возможностей Раньше были спортшколы Куда раньше было деваться детям? Помните, там, двор на двор Район на район Деревня на деревню Побить электроника Ходить во двор к электронику Ну, да В общем-то, бывало Больше, ну, во-первых, просто побить электроника хотелось Это самовыражение такое было Самоутверждение Самоутверждение, правильно Ну, и несколько случаев было Приходят показывать фотографию девушки Вот я пришел из-за нее Ты у меня ее отбил Я ее видеть не видел никогда Нет, ты отбил И вот лезет драться До драки не доходило Иногда это был повод Для того, чтобы просто познакомиться Ну, и, в общем-то Даже были несколько случаев Мы потом становились хорошими товарищами И как-то Ну, а с возрастом, конечно Эта ситуация уже изменилась Но, тем не менее Когда-нибудь приходилось все-таки За брата вот так вот Впрягаться и заступаться? Не, ну, а как же Это жизнь? Это нормально? Да, это естественная ситуация И много разной было ситуаций И в детстве И, скажем, и в армии И после армии Даже неоднократно Потому что, ну, опять же Все близнецы знают Если мы спиной к спине стоим Тогда круговая оборона Никто не подойдет Слушайте, а вы... То есть две головы Четыре руки и четыре ноги А вы и служили вместе, кстати? Да Да? То есть вас даже не разъединили? Ну, есть По крайней мере, был тогда Указ или приказ В Советском Союзе Да, приказ министра обороны То, что близнецов Разлучать нельзя То есть мы должны были даже в одной Не то, что там роте В одном заводе служить Если уж вместе служат То именно только так А дедовщина была у вас? Ну, дедовщина была Но нас двое Да, поэтому... Не лезли? Мы в самом начале один раз отбились И все Слушайте, а кто из вас все-таки старше? Кто на свет на секунду, на минуту Но появился первым? Очень хитро тут есть Я скажу так Что я уже тогда был так хорошо воспитан Что предложил ему выйти первым Ага Ну, и Володю воспользовались Да Но, с другой стороны Может, он был настолько тогда уже Неизвестно же, что там, да? Иди посмотри Медведь Так, значит, вы уже там как бы решили Что Володя все равно старший Вы знаете, я вообще считаю Что у близнецов это очень относительное понятие Кто старше Потому что мы вроде все-таки появились Из одного сперматозаида Ага Да? Да Вот Допустим, насколько я знаю У французов считается, что второй он старше Да? То есть вроде как он раньше там появился Он старше у наследующий Да, он наследник Ну, потому что считается он вроде как старший Поэтому у близнецов, мне кажется, старше, младше Это очень относительное А что за обещание, которое вы дали после фильма друг другу? Было ведь такое дело? Было, да И надо сказать, что, видимо, мы по молодости ошиблись с этим обещанием Мы договорились, что будем сниматься только вдвоем Если нас будут звать Конечно То есть мы думали, что вот после электроника Такое успешное кино И действительно, сейчас на нас посыпется приглашение Год проходит, приглашение нету Два проходит, приглашение нету Ну, мы решили, что действительно, кого-то одного, по-моему, нас звали на пробы Ну, мы с братом решили, что мы останемся эксклюзивными близнецами И будем сниматься вдвоем Ну, вот это, наверное, была все-таки большая ошибка Потому что были, конечно, еще картины И не одна, даже не две А у нас уже некая есть фильмография, где мы снимались вдвоем, но везде близнецы То есть можно сказать, что вот такой вот клятвой и обещанием друг к другу Вы поставили крест на своей кинематографической карьере? Ну, в некотором... Ну, не крест Ну, отчасти мы, конечно, сами себе поставили припоны Да, да Ну, вот несколько лет назад, когда, опять же, начались приглашения, мы уже решили... Решили, что мы, да, можем сниматься по одному И сейчас, в общем-то, есть некий результат Пересмотрели свое обещание? Да Ну, оно детское, максималистское и... Не совсем правильно, наверное, да Ну, кстати, у нас здесь в студии братья Капранова, писатели Братья грузинские телеведущие Вы давали друг другу обещание? Если писать, то только вместе Если вести телеэфир, то только вместе Мы в детстве занимались спортом И на змагание одни без одного не ездили В сборную нас брали, мы відмовлялись Если одного берут, другий не еду У нас это тоже было Ну, а снимаем сейчас разом, потому что это прикол Два дядьки, однако, это совсем другие вопросы Это прикол У нас про спорт, кстати говоря Когда мы с братом в юности занимались боксом И когда мы вышли в ринг в одинаковой форме Одинаковые трусы, одинаковые майки Рефери в ринге чуть ли с ума объединились Сошел с ума Слушайте, ну а вы же фильм про электронику смотрели? Конечно Ну как можно было не смотреть, да И кто вам больше там нравился все-таки? Вот это такой же коварный вопрос Ребята, вы братья, я всегда говорю Нет, сестры Да, на коже А что тут подозрительного коварного-то? Нет, ну не коварный Ответить на него невозможно Да, самый распространенный и, честно говоря, нелепый вопрос Нелепый Да, нелепый Когда нас смотрят, говорят, вы что, братья? Ну и еще такой интересный вопрос Я правда понимаю, что хотят спросить Ну, как там брат? А все спрашивают, а где брат твой? И вот Какая разница? Где брат? Ну какая тебе разница, где мой брат, да, по идее? Вот Как брат, это понятно Очень многие думают, что мы как бы связаны одной цепью И я хочу сказать, это, наверное, все-таки распространенная достаточно ошибка Хотя у многих близнецов То есть это миф? Ну, конечно Нет, то, что мы связаны космической пуповиной Я думаю, все присутствующие близнецы здесь подтвердят Это есть однозначно Подтверждаете? Да Подтверждаете То есть действительно есть некое чувство друг друга на расстоянии Даже на разных, скажем, континентах мы бывали неоднократно Все равно есть некая связь К сожалению, правда, чувствуешь, когда вдруг, если что, негатив какой-то там Больше чувствуется, да? Больше чувствуется, да? Больше чувствуется Ну, когда веселье, оно, в общем-то, и есть веселье Дело в том, что мы, скажем так, все-таки мы формировались в одной среде То есть как бы волна какая-то наша, она, ну, что называется, нам проще ее поймать Кстати, тоже интересная ситуация Я думаю, тоже показывает некую связь между близнецами Я сначала где-то в 2002, наверное, году начал плотно заниматься водомоторным спортом И брата звал, все звал Ну, он приезжал как там директор команды, как менеджер То есть он сам в гонках не участвовал, пилотом не ездил И тут в 2009 году я говорю, братик, надо, надо тебе соревнования И вот, как только брат забрался в лодку, мы добрались до подиума То есть заняли третье место на чемпионате мира Даже вот так, то есть вот она сила братская Бронзовые, бронзовые призеры У нас со спортом другая была история Я несколько лет назад увлекся беговыми лыжами Прихожу после первых таких впечатлений, зима, красиво говорю Владя, пойдем, это так здорово вообще Он говорит, в смысле беговые лыжи? Я говорю, ну это вот как кросс, несколько километров Это потеть, бежать, да? Я говорю, не хочу Несколько лет уже не могу уговорить, несколько лет Вот связь с связью, конечно Ну, например, там я любитель мотоциклов и машин У вас не то, что прав, у него одни обязанности То есть, ну Я с велосипеда падаю, зачем мне мотоцикл или машина Спрашивается, и потом, когда есть брат, почему бы не воспользоваться, правильно? На переднем пассажирском я себя очень комфортно чувствую Слушайте, а у вас могут быть вообще водительские права, одни на двоих? Конечно Слушайте, а вот если могут отнять права, то, значит, смотрите, можно договариваться Один почетным, другим почетным Вы выдали все секреты, если она сейчас смотрит руководство ГАИ, вот это было не кстати Может, секрет расскажу Да В случае жизни, ну, действительно, такая случилась ситуация, что Мы тоже поменялись правами Поменялись мы правами И тоже мы были тогда в Ленинграде, я был в Ленинграде Вовины права, я говорю, Вовин, дай мне паспорт заодно Значит, тут останавливает меня работник ГАИ Смотрит такой на права А это говорит, не ты Я говорю, не понял Я говорю, могу паспорт показать Ну, раз ему дай паспорт Тоже Вовин, он говорит, ну, точно не ты Я говорю, ну, послушай, ну, как это, не я Ну, давай спросим Так что это же электронник Нет, так давай, давай, говорит, спросим у моего партнера Значит, подходит его партнер, каишник Говорит, а что ты не знаешь, кого остановил? Он такой, кого? Он такой на меня показывает Ну, вот это Юра, раз такой вправа А здесь Вова Я говорю, это электронник, а вы сыроедчик А так что такая ситуация была Слушайте, ну, чем сейчас занимаетесь? Ну, вот сейчас действительно мы занимаемся У нас достаточно, на мой взгляд, большой, интересный музыкальный проект Который называется, кстати, Творческое сообщество Гараж Сыроежкина И у нас много различных музыкальных композиций Почему мы на Гараж Сыроежкина, кстати? Опять же, после электроника фактически каждый парень Ну, я думаю, и девчонки, конечно, хотели иметь такой гараж, как у Сыроежки Потому что в гараже, собственно, в большом, если говорить, может стоять и Запорожец, и Бентли Ну что, давай, заходи Ну как? Мне нравится Еще Местечко, что надо А кто из вас в Запорожец, кто Бентли, кстати? Да мы тусуем все время Да, да, да Поэтому действительно у нас в нашем проекте Опять же спрашивают, какую музыку вы поете У нас такая мультиформатная У нас есть и шансоны Мы не поем, мы исполняем Да, певцов у нас Но ведь вы не дуэтом выступаете Я знаю, что у вас, по крайней мере, трио Вообще у нас, конечно, есть не трио У нас и квартет есть, и трио Но сегодня у вас трио Сегодня у нас замечательное трио С великолепной певицей Анастасией Рожьей Да, и Настя, конечно же, сейчас выйдет Она готова, пожалуйста Встречайте, пожалуйста, Настю И наших замечательных, легендарных гостей Споете? Да, вот так же Она должна помнить у себя Аплодисменты Аплодисменты В юном месяце апреле В старом парке тает снег И веселые качели Начинают свой разбег Позабуду все на свете Сердце замерло в груди Только небо Только ветер Только радость впереди Только небо, только ветер Только радость впереди Слывая выше ей Неверная преграда Рылатые качели Летят, летят, летят Рылатые качели Летят, летят, летят Детство кончится когда-то Ведь оно не навсегда Старом с дружными ребята Разлетятся, но куда? А пока мы только дети Нам расти, еще расти Только небо, только ветер Только радость впереди Только небо, только ветер Только радость впереди Слывая выше ей Неверная преграда Рылатые качели Летят, летят, летят Крылатые качели Летят, летят, летят Летят, летят Браво! Браво! Самые известные близнецы СНГ Сегодня здесь Ток-шоу «Волит Украина» Юрий Владимирович Тарсуев А также Анастасия Поддубная Спасибо! 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 Партнер нашей программы Карвалменс Карвалменс Успокой свое сердце Это говорит Украина Каково же это быть все-таки близнецами? Значит ли это Делить успехи и поражения на двоих? Внимание на экран Некоторые близнецы Начинают воевать за место в жизни Еще даже не родившись Ведь чувство локтя бывает Не очень-то приятным Если этим локтем тебя лупят по печени К примеру Близнецы тузят друг друга В утробе матери Я не знаю, как себя вели Сестры-близнецы Виктория и Анна Моисеенко В тот период своей жизни Которые вы видите на экране Но то, что работать локтями, кулаками и ногами Они научились еще в детстве Это факт Встречайте этих наших близняшек ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Это просто потрясающе! АПЛОДИСМЕНТЫ Дайте я вот меж вами... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, кто Виктория, кто Аня? Я Аня Я Вика Аня, Виктория Это то, что вы показали, называется Та Куан До Да АПЛОДИСМЕНТЫ Как давно вы занимаетесь? 15-й год уже 15-й год? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, подождите А что, больше нечем было девочкам позаниматься? АПЛОДИСМЕНТЫ Мама всегда хотела мальчика Поэтому, я думаю, она не пожалела АПЛОДИСМЕНТЫ Когда мы пошли на этот вид АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Значит, это всё-таки была инициатива родителей? Нет, мы в школе, когда были маленькие К нам пришёл тренер в класс И объявил про показательное выступление И на следующий день, когда мы их увидели И мы просто не смогли не записаться Записались? Да И вы пришли и сказали Мама, мы теперь на Текландистке? Да, мама, мы будем ходить на Текландо А, и что она сказала? Хорошо Скажите, а вы девчонками вообще боевыми росли изначально? Да Мальчиков часто били? Да, в первом классе АПЛОДИСМЕНТЫ Что в первом классе? Я смотрю на маму с папой, они там уже Не плачь, мама, всё нормально В первом классе к нам очень часто приставали мальчики Со старших классов Вот, и мы, конечно, как могли и отбивались И довольно-таки тоже неплохо получалось Но когда мы уже пошли на Текландо И буквально через полгода Они для нас просто уже проблемой вообще не казались Мы были настолько в себе уверены Так, где ваш папа? Вы с папой же приехали Папуля Ах! Слушайте, у вас там женское царство, значит Как вам в женском царстве живётся? Ну, в общем-то, неплохо Ну, по крайней мере, мне кажется, вы защищены Да, со всех сторон Не, ну я очень рад Я хотел, чтобы у меня были девочки, конечно Ну, когда они родились Ну, папа на день рождения мы родились А, так? Да У вас день рождения вместе с папой родились? Да Мама мне родилась ровно на 25 лет Ничего себе! И что, значит, вот они родились и как заявили о себе миру? Ну, они сразу были боевые С садика ещё в обиду себя не давали Ага Это А друг с другом? Можно? Ну Да можно, девочки, вам разве отказываться? Друг с другом это тяжёлый вопрос вообще Папа забыл сказать о том, что когда мы родились, то Вика очень сильно боролась за свою жизнь Вот У неё Да, 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 мы её чего назвали Викторией, потому что у неё в два раза сердце останавливалось Ну, я не сдалась Ну, я не сдалась Не дождётесь Так всё-таки откачивали фактически, да? Да, откачивали, откачивали в боксе этой барокамере лежало А кто, кстати, первый? Вика или Аня? Аня родилась первая на пять минут На пять минут? Старшая Старшая А есть какая-то вот сейчас конкуренция всё-таки, да? Потому что соперничество Вот у меня тут есть ваши всякие твинограды Значит, вот Аня у вас, да, к примеру Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, абсолютная и одиннадцатикратная чемпионка Европы, друзья И всё это Анечка и Виктория Заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира, четырнадцатикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Кубка мира, абсолютная чемпионка открытого Кубка Чехии АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот сейчас Анюту очень, конечно, как-то так, Ань, мне кажется, показалось так, немножко даже болезненно вы отреагировали. Ну, конечно, у Вики там послужной список шокиров. Я просто говорю о том, что у Вики он гораздо больше, чем у меня. Вас это как-то тревожит? Нет, я ни в коем случае не завидую, я очень рада. У меня никто не вызывает таких эмоций, как моя сестра, когда она дерется. И когда я даже, даже я могу там сомневаться и думать, как она сейчас с этим справится. И она справляется, и я на это смотрю, и вот, и горжусь с ней, ей в два раза больше. Слушайте, но в спарринги вас никогда вместе не ставят, да? В детстве ставили, на первых наших соревнованиях мы дрались вместе. Вот, в финале встретились, я выиграла, потом еще раз на следующих соревнованиях я выиграла. А потом уже Вика, ну, потом на третьих Вика выиграла? Ты, да. На третьих уже Вика, я так расстроилась, думаю, все, заберите, у меня это второе место, оно мне не надо. В общем, плакала, а потом как-то нормально уже. И сейчас у Вика мы с ней дрались уже очень давно, именно на соревнованиях. Вика у меня выигрывала шесть. Шесть раз, а я у нее четыре. Слушайте, ну, хотя бы, в чем-то же вы должны различаться, к примеру, во вкусах на парней. А то даже я могу представить эту вашу войню. Ну, так бы, если раньше еще, да, у нас разбегались вкусы. Нет, наоборот, у нас раньше были одинаковые. Просто раньше парней было меньше, когда мы были маленькие. А сейчас больше. Один, когда маленькие были. Папа, вы слышите, какие откровения. Мы имеем в виду в плане ухаживания. Не надо оправдаться. Ничего больше. Все уже. Когда мы маленькие были, вот этот мальчик один познакомился с каким-то мальчиком, очень нравится все. И у нас с Викой борьба. Кто же, кто из нас ему больше понравится. То я была больше нравилась парням, то Вика. На нас так, по периодам, кто, когда. Ну, так и что, никогда не бились? Нет, нет. Вот еще, да? Мальчики, конечно, дело хорошее. Куда? Одному на свидание ходили. Нет. Ну, парнями мы никогда не менялись. Это у нас самая активная телезрительница, которая интересуется лично везде каждого. Нас так часто это спрашивают, что я думаю, в скором времени мы поменяемся. Слушайте, ребят, а вот вы же тоже спортсмен, вас... Спортсмен-то, но тяжко. Относительно, я только хотел сказать... Сразу сдаете позиции, да? Нет бы на мужской цех поддержать. Нет, мы их сейчас поддержим. Я просто смотрел, как барышни это грациозно делали. Что я как раз брату напоминал. Мы с ним дрались не так грациозно, но мы еще делали это вплоть до студенческих лет, послушайте. Вот это был настоящий шок у людей, которые были свидетелями этих конфликтов. Причем на полном серьезе, да. Сейчас мы тоже можем выйти выяснить отношения. Зачем? Просто неудобно уже, если в этой весовой категории после двоечки падаешь. А вы почему без микрофонов-то говорите сидите? Вы что, считаете, что все у нас слышно, что ли? У меня петличка подключена. А он просто громко говорит. У него петличка. Так вот, по большому счету, действительно, если говорите девчонка, как вы считаете, все-таки у вас тоже есть спортивный какой-то, хоть какой-то опыт? Да. Все-таки вот это соперничество, вот это соперничество помогает им действительно в достижении цели? Как считаете? Ну, я не знаю. Я думаю, тут скорее все-таки личная мотивация. Вот все говорят, близнецы, вы же одинаковые. Ну, это вот, меня, например, этот вопрос по нелепости и глупости, я считаю, его... Посмотрите на меня и посмотрите на него. На втором месте после вопроса вы братья, ну, как близнецы и внешне похожи. Но мы, например, ну, абсолютно разные люди. И поэтому, если есть какие-то похожие победы... Я простою тайну, он даже мне не брат. Мы его родители нашли, пожалели и забрали. В капусте. В капусте. В капусте, да. А вас аист принес? Ну, да. Он вообще меня уже 34 года, он меня упрекает в том, что я его объедаю, потому что при рождении... Он толще, он толще меня на 4 килограмма. Я был на 500 граммов, я при рождении, я был крупнее. Так и держите, да, лидер? С тех пор, и с тех пор, вот понимаете, он уже сколько лет не может прости. Объединяет же все время. Ничего, тут рядом с вами психолог сидит, мы разрулим эту тему. Кстати, я хотела дополнить, да, что биологическое сходство, это, конечно, хорошо, но есть же психологические некоторые особенности, которые как раз-таки отличаются. Вот я, например, пока мы даже в гримёрке сидели, я заметила, что очень разные люди. То есть то, что внешне похожи люди, у них могут быть совершенно разные стремления, вкусы, цвета им могут нравиться разные. Это как раз зависит от родителей и разрешают ли они своим близнецам быть не одним целым. Это, кстати, не очень весело, когда одно целое, а отдельными личностями. И вот если этого удаётся достичь, когда есть там Рома и Коля, вот тогда они вместе сила. А если есть Рома и Коля, которые всегда вместе и порознь никогда не бывают, это очень несчастные люди, которые порознь могут болеть даже. А у нас нет близнецов психологов. Меня очень весело, когда люди, которые родились и живут по-одному, делают психологические выяснятки про близнецов. Вот я бы посадил близнецов психолога, можно было бы послушать. Вы не знаете, что такое быть близнецами. Это могут судить только близнецов. И поэтому науки такой и нет. У вас задело то, что сказала психолога. Ну потому что это дурец, яку мы чуем неоднократно. Первое дурное запитание. Вы брати, а потом вы все таки разные. Вы все таки поднимают, тебе нужно индивидуальность не губить. Это и бла-бла-бла. Вот у нас, например, родина. У нас дружины близнецов, мы близнецы, так? А вы и жен таких наших сибирьев? Да, таких, так. У нас дружины близнецов, мы уже сребное веселье минулого года. 26 лет мы живем разом. У нас один дом. У нас один дом, не поделенный на две половины. У нас вот спальня, например, моя с дружиной спальня, Віталія с дружиной спальня. Между ними спальня гардеробная. Мы заходимы с двух сторон, вдягаемося. Ну, потому что треба же как-то дресс-код тримать, так? И потом выходим из гардеробной и идем снідать на кухню. Ну, это такий спосіб життя всей родины как одна. У нас діти называют нас батьки, а дружины мамки. У нас, до речи, психолог разумный, коли дитина ТЕФ проходила, він викликав дружину и говорит, у вас дитина, как он сказал? У вас дитина нормальна. Не нормальна. А мы только в Киев приехали, еще нас никто не знал. Він каже, ми сказали, намалюй родину, він намалював себе одного, два батька и два мамы. С точки зрения психолога, это травма. А с нашей точки зрения это абсолютно нормально, потому что у него так и есть. То есть, вы знаете, нас часто питают вам, как вы можете вдвох, поруч один и тот самый, я говорю, люди, как вы можете по одному, это же неможливо. Жить в одному, это наибольшая кара, яка бывает. У нас даже мама всегда обижается на нас, потому что мы бывают, у нас какая-то проблема с нами случается, мы всегда сядем с ней, поговорим вместе, все решим, мама уже. Девочки, почему вы мне ничего не рассказываете? Мы все уже рассказывали, уже обсудили. У нас тоже была ситуация, когда сын приходит с детского сада и говорит, мне никто не верит, что у меня два папы. Ну, как так? Ну, мы пошли вдвоем на собрание и все увидели, что у нас получается. Так вы что, вы тоже себе нашли, значит, жен болезняшек, что ли? Нет. А, нет. Вообще, я хочу сказать, что, наверное, это очень непросто, но просто ребятам повезло. Наверное, да. Потому что у нас действительно, как-то, ну, очень давно были девочки-близнецы, но как-то у нас не получалось вот ухаживать друг за другом. Вот. Но у нас зато была другая интересная ситуация. У нас давным-давно была фирма, которая называлась «Близнецы и компания». У нас работало там восемь пар близнецов. Ну, я вам хочу сказать, это очень непросто. Да, это очень непросто. А вы изначально так себе запланировали? Ну, была такая идея у нас, да, хотели попробовать, как же вы все-таки. И в чем же сложность была все-таки? Ну, допустим, приходит один, говорит, почему ты не сделаешь? Он говорит, как, ты не мне поручал. Ну, хорошо, вызываешь второго. Почему ты не сделаешь? Да ты не мне поручал. А я так и не научился различать вообще. Как нас путают? Я так и не научился. И они специально одевались одинаково. То есть они хитрые были? Ну, потом мы решили, тоже этот вопрос перехитрили. То есть вдвоем сразу на ковер, и тогда уже как-то проще с ними разговаривать. Слушайте, но ведь один из вас был дважды заженат, а другой аж четыре раза, по-моему, да? Или я что-то вот... Да. Да, ну вот я до сих пор второй раз женат. А, значит, вы, Володь, отличились? Я отличился, и вот хочу пятый, ищу. То есть вы сейчас в поиске? Значит, учтите снова по насчет письма писать. Будет рад. Но уже по электронной почте. Хорошо. Друзья, это говорит Украина. Могут ли близнецы существовать с выгодой друг для друга? Об этом мы говорим сегодня. Внимание на экран, друзья. Алексей и Игорь Ревы из Полтавы, как и все близнецы, похожи, будто две капли воды. Алексей старше на пять минут и успел использовать свое старшинство, чтобы жениться. Но на свадьбу старшенького близнецы зарабатывали вместе. Как так получилось? Встречайте, пожалуйста. Ну-ка. Старший. Все, в точку. Слушай, ну у меня прямо голоса у вас. Значит, старший, не стыдно, да, маленького-то использовать было? Так как-то, не знаю, он меня в детстве использовал, я его тут решил привлекти. В детстве он вас использовал методом. Да, когда он вазу разобьет, скажет, да это Леша, а я уже поздно. А вы и соглашались. Да. Слушайте, ну что, у вас тоже есть между собой все-таки некое соперничество? Знаете, наверное, это не соперничество, а это поддержка. Моя самая любимая фраза, я родился с лучшим другом. То есть, браво-мизмешно, вас действительно овечит. Да, это человек, который, пожалуй, знает меня лучше остальных и который будет знать всю жизнь меня лучше остальных. И если есть понятие настоящий друг и все равно какая-то сотая процента допускается, что он может тебя предать, где-то подставить, то в этом человеке, я уверен, на 150% пусть меня критикуют в математике. Девчонки, а вы тоже друг в друге так на 100% уберете? Да. Честно говоря, я даже очень часто задумываюсь вообще над тем, вот правильно вы сказали, как люди живут по отдельности. Я просто тоже Богу нереально благодарна маме с папой за то, что у меня есть Вика. Потому что я даже себе не представляю. Вот идешь ты сам, у тебя куча мыслей в голове, и ты сам себе это все держишь, все это сам перекручиваешь. А так ты идешь, даже в каком-то нелепой ситуации там подумал, и берешь ее просто рассказываешь своей сестре. И она, ну как бы, и если все вы держите это в себе, то я, например, могу сразу же ей рассказать и там услышать ее точку зрения. Да, точно так же. Очень редко люди, у которых нету брата-близнеца или сестры-близняшки, не понимают наших споров. На самом деле, спор с близнецом это как спор с самим собой, просто вслух. Вот. И бывает такое, что вот мы сейчас, к сожалению, уже чуть реже виделись, чем раньше, потому что Алексей женился. Вот. Иногда замечаешь, что идешь по улице и так губами сам с собой разговариваешь, потому что по привычке привык, что ты с кем-то идешь и разговариваешь. У вас такого не бывало? Ну, если правильно ребята сказали, я считаю, что действительно это великое счастье, то, что, конечно, мы просто близнец, родиться с лучшим другом, у нас точно такая же ситуация. Трудно найти, наверное, людей, которые знают нас лучше, чем мы друг друга, да? Да. И надеюсь... Хотя, вы знаете, вот самое интересное, что многие вообще не понимают этого. Да, вот даже у нас тоже ситуация с женами была, которые не понимают, почему они все время вместе. Ну, как это можно объяснить, да? Мне кажется, что наше вот состояние близнецов, ну, никого не хотел обидеть, ну, не поймет человек, у которого даже не то, что брат и сестра, но близнецы — это совершенно другое, это вообще другое, поэтому, ну, в этой, что у нас в этом надо жить, когда это можно понять. Вот Юрий и Владимир, они сказали несколько минут назад о том, что они чувствуют друг друга, действительно, и когда ночью просыпаешься и чувствуешь, что у брата там что-то такое, на душе плохо, и это все чувствуется. Вы чувствуете тоже друг друга? Безусловно. Безусловно, чувствуем. Знаете, у нас когда-то, очень давно в детстве, произошла такая ситуация, ну, из-за некоторых семейных неприятностей пришлось обращаться к экстрасенсу. Так вот, когда он нас смотрел, он очень удивился, потому что, говорит, я много видел близнецов, и у них одинаковые биополя. Говорит, у вас оно общее. У вас два биополя сливаются в одно. И мы это по жизни замечали, когда мы что-то делаем вместе, мы это всегда делаем лучше. Наверное, это не очень хорошо. Хорошо. Пока что это хорошо. А вот жена, вот с жена вас... С женой все хорошо. То есть она не прячет вас от брата? Вместе мы не пробовали. В спальне он со мной не ходит, и там... Нет, ну это знаете, как юбилею... Молодежь какая разнузданная, я не могу. К юбилею Ленина, говорят, выпустили советский еще анекдот, выпустили трехспальную, диван-кровать, Ленин всегда с нами. У меня вот, например, в семье брат все-таки незримо присутствует всегда. Ну, слушайте, вы на самом деле сделали из своей истории, из своего вот этого вот братства, близняшничества, еще и выгоду. Бизнес. Вы замечательно подшучиваете друг над другом, и при этом получаете деньги. Да, есть такое, мы еще с университета, когда учились в Платонском национально-техническом, у нас была очень сильная школа КВН, и вот мы там начали играть как раз в эту игру, попробовали, у нас получалось. Дошли до того уровня, что сделали с ребятами вместе юмористическую студию, и сегодня используем наши навыки для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы дошли до того, что однажды рассмешили комика. Было такое, были на рассмеши комика, и выиграли неплохую сумму. Десять тысяч гривен, вся страна знает, не надо скрывать это. Десять тысяч гривен. Вы, кстати, пополам поделили? Ну, там такая ситуация была, это как раз было в преддверии свадьбы, поэтому пришлось чуть-чуть пожертвовать. Это вот те деньги, вот на что вы гуляли. Понятно. Ну, на десять тысяч, конечно, свадьбу не сгуляешь, и даже, думаю, если бы не выиграли деньги, но свадьба все равно бы состоялась. Но, конечно, было бы приятно, что он пожертвовал, вот этот свой кусок от сердца оторвал. Это был ваш свадебный подарок? Нет, свадебный подарок был еще. То есть, долго еще вернется? Ну, я думаю, на мою свадьбу, может, и вернется. Слушайте, ну, попробуйте рассмешить сейчас ток-шоу «Говорит Украина», зрители в студии, наших зрителей. Мы, конечно, десять тысяч не обещаем, мы здесь не комики. Хорошо, ну, мы тогда сделаем аплодисменты. Сделаем это за хорошее настроение. Просим, давайте. Уважаемые друзья, мы сейчас будем показывать смешные номера, миниатюры, случаи жизни. Вы, самое главное, не стесняйтесь, хлопайте, узнавайте себя, смейтесь под ваши аплодисменты. Поехали! Вот так вот. Итак, представьте, на утро после бурного корпоратива. Ой, вот это голова болит, вот это мы вчера погудели. Так, где-то была моя таблеточка Алькопрым, сейчас должна помочь. Так, давай, растворяйся быстрее. Давай, растворяйся уже. Растворяйся быстрее. Игорь, я там пиво принес. Не успела. Идем дальше. Представьте, парень из деревни поехал поступать в город, в университет. И так мысли его родителей. Мысли отца. Хоть бы поступил, хоть бы поступил. Мама. Хоть бы на бюджет, хоть бы на бюджет. Брат. Хоть бы съехал с комнаты, хоть бы съехал с комнаты. Свиня. Хоть бы не зарезали, хоть бы не зарезали. Ба дискотеки. Представьте, выпускной вечер, медленный танец. Чуешь, Танечка? А в тебе что, родители работают в магазине ритуальных услуг? Да, как ты догадался? Просто ты единственная пришла на выпускной в ленточке с надписью от родных и близких. Степан Иванович, товарищ трудовик. Я, как учителька украинской мови и литературы, должен вас запитать. Чи знаете вы приказку? Встречают по одежке, провожают по уму. Знаю, и что? Походу, вы отгребете и до, и после. Чуешь, мала, поехал до меня. Коля, Коля, успокойся, Коля, что ты, Коля? Не, ну чого, поехал до меня. Коля, Коля, успокойся, перепив, Коля, я успокоюсь. Не, ну чого, поехал до меня, у меня дома нет. Конечно, никого дома нет. Мы же до тебя с детьми на выпускной прийшли, Коля. Спасибо, друзья, дуэтные родственники Браво, браво Игорь Алексеев, скажите, ну а вы чувствуете на самом деле себя особенными? Ну, после того, как мы увидели сегодня столько количества близнецов То это уже не особо отличает нас от других Но знаете, вот я заметил, когда смотрю на всех из близнецов Есть одинаковые схожести в общении И вот сегодня говорили, что нету науки близнюкознавства Но если бы она была, она бы имела успех Есть закономерности, есть похожие манеры в общениях, вообще взаимодействии друг с другом Но вам сегодня здесь уютно? Безусловно, тут сидят люди, которые понимают нас как никто другой Ну вот я к чему и задал этот вопрос Вот наша сегодняшняя программа, она такой, знаете, клуб Клуб близнецов А вы часто собираетесь как-то вместе, ну я не знаю, ходите в компании, где близнецы? Вы общаетесь, значит, в каких-то там клубах, где близнецы? Вы, в конце концов, приезжаете и участвуете в парадах близнецов? Бывает такое или нет все-таки? У нас мы с Фикой состоим и многие еще в Международном клубе близнецов Вот его создали девочки Ставнис, Оля и Аня Ставнис, близняшки они тоже И Владимир Буланьков, вот он президент этого клуба Да, и там у нас часто проходили конкурсы близняшек, конкурсы красоты Даже все это на мировой уровень, все это поднималось на мировой уровень Приезжали девочки из Казахстана, из Белоруссии, из Литвы А в параде близнецов кто-то вообще принимал участие из вас? Нет? Внимание на экран, сейчас мы вам и покажем, друзья Парада близнецов в Китае проводится ежегодно И в них принимает участие огромное количество человек Хотя весь Китай, мне кажется, это семья близнецов В КНР рождение близнецов является предметом гордости Потому что считается благословением богов И на общем китайском фоне несомненными звездами станут, конечно, звезды из Украины Как они там окажутся, вы узнаете прямо сейчас, друзья Потому что я приглашаю в студию наших следующих гостей Это сестры Вера и Надежда Рекет Вы что, прямо из Китая к нам? Да А вы там живете, что ли? Да, мы живем в Китае А, и давно ли вы там живете? Сколько мы уже живем в Китае? Ну, два года Сейчас два года, все вместе четыре А почему это вы перебрались в Китай? Мы там учимся, мы заканчиваем магистратуру А, и какое образование вы там получаете? Маркетинг, маркетинг Маркетинг, ага Ну что же, давайте поздоровайтесь с нами на китайском языке Добрый вечер, мы рады здесь быть, наговорит Украина Ну-ка Кто вам сделал это вообще предложение Именно принять участие в параде двойников? Близнецов Я уже начинаю запутываться Ну, дело в том, что в Китае, как бы, там очень большой спрос на иностранцев, в принципе И мы очень часто принимаем участие в разных ТВ-программах Вот, и как бы, как только там какое-то, вот, танцы со звездами мы принимали участие Там в разных других соревнованиях, вот И просто нас знают, и когда что-то новенькое появляется, с нами связываются Мы не хотим там принять участие То есть там действительно такая большая популярность, такой большой спрос на европейцев Ой, очень Очень, особенно на белую кожу, потому что, ну, они все как бы не белые Вот, и поэтому, если у нас в стране очень популярно, чтобы загорелое тело было лицо То у них наоборот У них, вот мы сколько мы живем в Китае, мы уже не загораем Уже 4 года мы не загораем Девочки, давайте не будем продолжать эту тему Спрошу вас вот о чем Чем же вы собираетесь на этом параде удивить китайцев? Ну, во-первых, китайской речью с иностранного человека, вот Это как бы будет удивлением, что еще Ну, мы будем танцевать А что за номер? Ну, вообще мы как бы акробатки с сестрой Акробатки? Ну, в прошлом Мы мастера спорта по акробатике Мастера спорта? Да У нас такая ощущая ситуация, что мы были в свое время в сборной И мы ездили на чемпионат Европы по... В сборной страны? В Украине, да Юниорской Мы взяли бронзовую медаль Но просто когда мы начали учить китайский язык, у нас как бы, как у всех спортсменок происходит выбор У нас тренер всегда говорила, девочки, вы не можете сидеть одной попой на двух стульях, выбирайте Да, и нам пришлось как бы выбрать... У вас две попы, это шикарно У нас 4 стула на 2 стула И мы как бы выбрали учебу, и так как спорт это было у нас выражение себя, мы начали выражать себя в танцах И вот в Китае мы танцуем, это как наше хобби, которое нам приносит... Которое финансово нас поддерживает Так вы где-то выступаете, что ли? Да, очень часто Где? Везде, в основном как бы рекламы, телевидение Вот недавно была «Мисс Китай», мы открывали его Ну, разный А там большая украинская диаспора? Нет, в основном русская диаспора Да, но украинцы сейчас открыли культурный центр в Шахае, то сейчас уже начинают немножко развивать А, то есть смотрите-ка, вот сейчас с приближением новогодних праздников у вас вообще замечательно У них же китайский Новый год-то позднее Да У вас сколько возможно заработать? И русский Новый год, и китайский Новый год Можно хорошо так заработать, да? Ну, если попытаться, то да Покажете, на что способны? Конечно Да Да Продолжение следует... 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 А холодно у вас за кулисами. Холодно. Идите, он к парням, а не согреет. Хотя один уже женатый. Слушайте, но тем не менее, поделить вот для любой девушки, для любой женщины, это, конечно, мне кажется, невообразимо. Поделить корону красоты, пусть даже со своей близняшкой. Неужели у вас никогда не было тоже вот этого конкурентного духа? А конкуренция есть всегда, присутствует. Ну, я, например, не знаю, как сестра, но я, например, не представляю своей жизни без нее. То есть, как бы, мы всегда, ну вот, действительно, одно целое. Вот, хотя мы сейчас сестра замужем, вышла замуж. Ты тоже. А я тоже. Вот, мы всегда у нас... Подождите, так вы обе, значит, замужем? Да. От силы от хлопца. От силы от хлопца. Вот, ну, мы... Слушай, а у вас мужья, извините, девчонки, мужья не близнецы? Мужья не близнецы, но случилось такое, что они родились в один год и в один и тот же месяц. То есть, они по знаку зодиака, да, и еще одногодки. Еще и учились вместе. Чудные дела твои, господи. Ну, и что? Вот, ну, мы с сестрой, ну, как бы, я не представляю, вот, как бы, без нее. Это же радость разделить корону, ну, еще с сестрой. Не просто вот я сама королева такая, еще и сестра у меня. Ну, тем более, конкурс-то был специальный такой, да? Специально, да, да. И, кстати, девочки тоже там участвовали. Тоже там участвовали. Вы тоже были там? Да, мы с ними тоже дружили. А сейчас сидите молчите. Я не понимаю, может, вы про какой-то другой конкурс? Нет. Вы тоже в конкурсе красоты участвовали? А, вы какое место заняли? Мы взяли встали второй вице-мисс Европы, и у нас было, ну, там, четыре титула. У нас было больше всех титулов. Мисс Интернет, зрительские симпатии. И мисс Зрительские симпатии. Пап, что вы, народили-то, что, постарались, да, с мамой-то? Да, постарались. Да я даже не мечтал, позабы. Ну, вот, а на самом деле, а вот, кстати, а вы с большей радостью их спортивные победы ваших девчонок принимаете? Или вот победу в конкурсе красоты? Вы знаете, наверное, спортивные больше. Конечно, нам, Алла-Мам. Потому что я отдал много, я их возил, я их по тренировкам возил. Приятнее мне, что вот плод моих трудов получился вот в спорте. Может, в красоте мамы лучше спросить, я не знаю, может, она больше радуется за это. Но я больше за спорт. Хотя мне очень приятно, что и в конкурсах красоты мои девочки. А мама-то здесь в студии, да, ведь, по-моему? Да. А что это вы так скажете? Нет, я, мол, не буду говорить. А вы что, стеснительная? Знаете, знаете что, значит, родили до двух красавиц. Поэтому давайте отвечайте на вопросы теперь. Все-таки... Я поддерживаю папу полностью. У вас все, да, родили? Вот все, молодец, иди как кладу пришла. А и дружину. Вам повезло. Не только с дочерьми, но еще и с женой. Девчонки, смотрите. Хорошая. Что это за титул и что он означает? Тот титул, который вы получили. Что это за конкурс такой? Ну, это был конкурс, о котором рассказывали девочки. Это организовывал Владимир Буланько, международный конкурс «Близнецов». Участвовали близнецы из разных стран. Вот. Ну, и у нас получилось так, что мы выбрали эти титулы. А как вы готовились к этому вообще? Вот что это такое? Обычный формат конкурса красоты, просто участница не одна, а двое. Но вы ведь опять не договариваете, потому что вы ведь не только красотки мира, а вы еще ведь и поете, потому что вы еще и лучшие голоса мировые взяли. Ну, помимо этого, мы не только... Среди близнецов. Да. Мы не только поем, мы еще и дирижеры академического хора вообще по специальности. А что нам поете ли сейчас? Песня очень подходит под нашу тему. Песня про близнецов. Ой, ну давай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И оно грустит. Все прощу ему, и оно простит. И бывают же совпаденья. На двоих один день рождения. И живем вот так, вместе празднуя, только мальчики снятся разные. Расстаюсь с тобой, а не надолго. Расстаюсь с тобой, а не надо бы. Без тебя ни с чем мне не справиться. Вдруг это тебе не понравится. И бывают же совпаденья, На двоих один день рождения. И живем вот так вместе празднуя, Только мальчики снятся разные. АПЛОДИСМЕНТЫ Боже, какие красотули! Вы обе замужние. Да. И мужья сегодня здесь в студии. Да. Где они? Вот. Красной, клетчатой и... И в коричневой резине. Полосатой. А, это вот все двое, Которые сегодня всю правду. Программу весьма скептически на всех смотрят. Да. Сейчас пойдем знакомиться. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Денис. Денис, а вас? Антон. Антон. Ну как вот вам удалось-то девчонок-то таких красивых отцепить? Сложно. Как вы выбирали вообще? Ну, на самом деле, я думаю, как-то наоборот. Выбрали они. У меня уже выбора не было, потому что Дарья была занята. Поэтому пришлось выбирать Олю. Да. Вы сейчас осторожнее, потому что программа закончена. Мы все слышим, мы все слышим. Да. Значит, а вы выбрали Дашу? Да. А чем вам Даша понравилась? Ведь Даша, наверное, ничем не отличается от Оли. Ну, познакомился я с ними обеими. Как бы они симпатизировали мне обе. Ну, как-то по характеру пришлось более от Дарьи. Вот так и сложилось. А Оля совсем дурный характер. Я бы не сказал, я не могу такое сказать, но чуть-чуть мы не сошлись. Вот можно спросить у мужа. Ну, вот на самом деле, каково жить, ребят, с сестрами-близняшками? Вообще, это весело или, скорее, это тягостно? Это весело, тягостно. Потому что телефон с утра до вечера, в принципе, как... Кто-то дома точно получится. Это просто... А что там? Это же с нами кто. Да. Ну, вообще, сестра Оля, Даша, Оля, Даша, нужно спеть. Они поют по телефону, вот. Позвонят, а может быть так, может быть нет. Они вот, то есть, все у них вместе, да. Все вместе. Да, как бы не построить один дом на двоих, как братья Капрановы. Пусть они на первом этаже поют, а вы на третьем этаже будете телевизор смотреть. Они хореографы, будут танцевать на втором этаже. Они хореографы? О, Боже. Вы хореографы? Да. Друзья, это говорит Украина. Сегодня в нашей программе. Самая настоящая, посмотрите сами, интервенция близнецов. Жить с двойной выгодой для себя и для каждого из двоих. Всего этого добились наши герои. Внимание на экран. Ирине и Марине Скачко позавидуют многие девушки. Перепробовав свои таланты в разных областях, сестры остановились на профессии стилистов и теперь экономят уйму времени, выходя из дому. Пока одна делает другой мейкап, другая мастерит первой прическу. Встречайте, пожалуйста, Иру и Марину. Еще одни две красавицы вышли. Здравствуйте. Как у вас настроение? Отличное. Супер. А как вас различают? Они разные. Да, они разные. Ничего не говорили. Ну как они разные? Ничего они не разные. Я их двух сусидок витресняю. Ну вы, конечно. Вы как китайцы, они тоже друг друга различают. Значит, вот братья Капрановы утверждают, что они экономят деньги, живя вместе. Один собак. Вы действительно экономите время? Экономим время. Мы работаем синхронно, друг другу не мешая, и то время, которое там парикмахер может только для себя, для прически выделить, мы сразу делаем и макияж. Мы даже не договариваемся, подвинься, синхронно передвигаемся. Вот, как-то так. А вас поэтому вместе и приглашают? Да, это интересно. Иногда даже бывает, Иришка что-то, смотри, точно. Я тоже думаю, что такие губы надо, хотя визажить, я, я визажным занимаюсь. А я в ней в прическе, о, ты угадала, локоны, красиво. Мы видим один образ и творим. Да. Часто так происходит? Очень часто, все время. Слушайте, но приходилось, тем не менее, перекрашивать? Вот не получилось? Насоветовала сестра? Я сестра скажу, да, классно. Нет, ну, честно говоря, никогда такого не было. Ну, не знаю, ну, никогда не было ситуации, что человек смотрит, я себе не нравлюсь, я себе не узнаю, у меня много лет с макияжем, все время удавалось... Иж вдвоем переубедил? Да, все время удавалось... Ну, естественно, поэтому и не перекрашиваете. Нет, удавалось просто подобрать правильно образ и сделать правильный макияж, то, что человек видел. Сколько лет вы уже в профессии? Три года. Да. В этой три года. В этой. Сами нашлись. А что, еще была другая какая-то профессия? Ну, конечно же, мы родители... Сколько вам лет, подождите. Двадцать пять. Полтинник. Двадцать пять? Да. Что, издеваетесь? Нет. Нет, ну, не двадцать пять лет. Двадцать пять лет. Вы дадите им двадцать пять лет? Нету. Я честно говорю, я думал, что лет двадцать максимум. Я думал, девятнадцать-двадцать. Я поэтому с поддевкой вопрос задал, сколько вы в профессии. А вы мне говорите, три года в этой профессии? Я чуть не подпрыгнул. Вернее, чуть не упал, если я на кранике. Сижу, подвинь сюда подальше, пожалуйста. По воле родителей мы экономисты, бухгалтеры, финансисты. То есть у нас общий бюджет, мы умеем все сосчитать, это благодаря родителям. Но всегда душевно нас тянуло к чему-то другому. Мы любили фантазировать, рисовать, придумать. Лепить что-то руками. Вот всегда кукол обрезали, прически делали. Это все было еще в детстве. Но родители думали, что это пройдет. Нужно что-то такое стабильное, экономика. Мы учились, учились, потом работали в этой сфере. И оно все скучно, не наше. Мы начали искать, вот и пришли к этому. Пришли любительски. Мы всегда куда-то идем. Мы не можем пойти без макияжа, без красивой прически. И нам девочки, а когда же вы успели в салон сходить? А мы друг дружки сделали. Вот они начали к нам обращаться. А потом прошло время, они начали нам за это платить. Да, и советовать. Вы должны этим заняться серьезно. И хорошо зарабатываете. Достаточно. Слушайте, то есть вы из своего родства, из своего близняшества сделали бизнес. Да. А вот если сейчас, к примеру, мы возьмем одну из пар наших близняшек и попробуем вообще с ними что-нибудь сделать так, чтобы родители не узнали. Можно попробовать. Или мужья не узнали. Вот. Ну, давайте, вот, кого выбирать? Вот, чтобы... Давайте девочек, они ближе. Вот, а, вот давайте. Сколько вам на это время не надо? Мы же их рассмотрели. Минут 10. А сколько вы даете? 10 минут. Ну да, 10 минут, чтобы так. 5 на одну, три на другую. Давайте 5. Вы же все синхронно делаете. 10 делим на 2, 5. Давайте 5 минут. Да. И закулись. 5 минут. Партнер нашей программы Харвалмен. Харвалмен, успокой свое сердце. В мире бум близнецов. С каждым годом их рождается все больше и больше. Каково это иметь зеркальную копию? Могут ли близнецы извлекать выгоду из того, что их двое? Ну, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня Кирилл зовут. Кирилл. Богдан. Богдан. Давно вы зарабатываете? Ну, зарабатываем, можно сказать, недавно, но опыт диджейнга у нас 5 лет уже. Вот в апреле было. Кому пришла все-таки в голову первому мысль объединить свои усилия и, как это называется, у вас рубить капусту? Косить капусту. Ну, назовем это гонорар. А, хорошо. Значит, гонорар получать. Идея пришла, скорее всего, как-то обоюдно. Наверняка интерес был общий, но, знаете, как-то оно, если бы брат не поддержал, бы вряд ли бы это, как бы, ну, вот, вошло в такое русло. Вас всегда вместе приглашают? Так же, как вот девчонок-стилисток? Если честно, вот наши выступления никогда не построены, то есть акцент не сделан на том, что мы близнецы. Но выступаем мы, несмотря на это, всегда вместе. То есть, ну, вот за пять лет ни одного выступления у нас не было порознь. То есть, все время вдвоем. Нет ни у кого в планах из вас жениться? А то тут у нас был один случай, когда, знаешь, младшой зарабатывал старшему на свадьбу. Конечно, в планах есть жениться. Но, я думаю, на свадьбу брату я обязательно тоже отложу денег и помогу финансово. Мы, а мы вот... Ребята нам помогут больше. Слушайте, а среди девчонок, девушек, своих будущих жен, вы ищете близнецов? Или все-таки вы считаете, что это, наверное, тоже не совсем правильно? Честно сказать, вот 22 года нам с братом, за 22 года я очень мало знаю девушек-близнецов, которые с нами знакомы. Я знаю, с нами в школе одна только пара девочки-близнецы были, но они там учились буквально недолгий период. Я вообще считаю, вот, действительно, найти себе жен-близнецов, это, ну, очень большая удача и редкость. А вот стилистки, кстати, вам не понравились говорить свободно? Знаете, так, диджей и стилист, мне кажется, оно совпадает. Прикольно, расскажите. Один играет музыку, а там параллельно тебе прическу делают. Конечно. Выгодно, опять-таки. И они тоже вдвоем работают. Да. То есть, пока вы диджействуете, они, значит, на заказ поехали. Да, возможно. Потом вечером к вам в ночной клуб. Вы отработали и по домам. А и дом надо устроить один вам, на двое. Без вопросов. Неисчерпаемым источником всего нового на селе стал семейный подряд. Ну, а что, ну, на самом деле и деньги экономить, и время экономить. Замечательно. Из Новоград-Волынского Игорь и Сергей к нам приехали. Вы одновременно купили одинаковое пальто в разных магазинах. Было так. В разное время. И в разное время? Да. Так. Я первый пошел себе, облюбовал верхнюю одежду. Вот. Ну, и там разговариваем. Говорю, там я пошел купить себе пальто. Вот я себе тоже, наверное, куплю. Хоп, смотрю, в таком самом пришел. Ха-ха-ха-ха-ха. И что, и как? Ну, ничего. Носим, носим. Слушайте, девчонки, а вот если бы у вас так было, у вас такое не случалось? У нас случалось. Ладно, парни, мужики, они как-то перетерпят. Случалось. У нас вообще было такое, когда я начала жить отдельно от сестры, ну, у нас как бы были одинаковые вещи. Были. Но мы не договаривались, вообще приходили в университет одинаково одеты. Хотя вообще не договаривались ни о чем. Одинаково одеты, накрашенные прически. Все, приходим. Почему ты так оделась? Ну, у меня такое настроение. Ну, и у меня тоже такое. Вот так вот получалось, серьезно. И так и ходили? Так и ходили. А вот девчонок, близняшек это не смущает? Нет. Абсолютно. Но если есть возможность шокировать людей, почему бы этим не воспользоваться? Так у нас один раз за это заарештували на кордоне. Мы в Шереметье летели из Москвы. И давай по-одному. Ну, чтобы цирку не влаштовать, ну, завжди начали збираться прикордонники, начинать разразняться, как и дурдом. Мы говорим, давай без цирка, я пішов. Я пішов вперше, а ти пішов. А я пішов другим. Приходим, я пішов, він пішов кудись там, ну, чи багаж запаковать, і він не бачив, куди я пройшов, в яку, в яку, ячейку. Трапляю до того самого прикордонника. Вибрав ти сам. Він дає паспорт, бере паспорт, каже, а ти вже проходив. Потім каже, стоп, як це проходив? Чекай. Наряд. Незаконний перетин державного кордонника. А я каже, звідти вибрався, я кажу, звідки. Ну, і закану. Приходять, приводять, Дмитро вщина. Я стою в дьюти-фрі. Ведуть. Ведуть, не кордонник, неправда. А що вона вже на заклону каретин-кордону? Боже мой. Ну, ви що, как ви біжали, что ли? І другий випадок теж геніальний. Не встигали пообітати в Києві, в Макдональдсі. З різних місців їхали. І я заходжу в Макдональдс, підходжу до каси. Кажу, мені, будь ласка, щось таке стандартне. Не буду рекламувати Макдональдс, щось таке стандартне. Піднімаю, очі на мене продавець каже, вам сподобалось? Я починаю, я кажу так. Беру, він на мене витрачу так очі. Я відходжу і рептом розумію, що в Італії теж десь бродить, і ти, напевно, теж не встиг. Я йому званю кажу, а ну де? Він каже, 15 хвилин тому вийшов з Макдональдсі. Я кажу, у кого обслуговувся? Там-то, да? Ти такий-то кассир. А що ти заболений? Мужик підійшов, взяв, потім підходить і те саме ще раз беремо. Наскільки люди допривіглося. Це весело і смачно, да? Боже мій. Я думаю, швидку викликав. Слушайте, ну, Витя, уже готовы, справились со своїм заданням Ірина і Марина, і зараз ми, собственно, поставимо здесь эксперимент. Насколько змінились Вікторія і Аня? Ну що ж, готовы? Встречайте, пожалуйста. Так, ви, девчонки, садитесь, а ви йдите сюди, к папі. На Тата крупний план. Тата поднапрягся і к мамі... Ну? Ну я по улыбкам. Не улыбайтеся. Іспортили весь эксперимент. Не, ну я узнал, я по улыбки узнал. У них разные немножко улыбки. Все-таки узнали. Да, вот это Виктория, это Ана. Аня? А ви Виктория? Мы иногда згадали і футу, честное слово. Аня, а ви... То есть вы не угадали, папа? Родителей не обманіть, садитесь, девчонки. А в цем случае, я говорю, какая разница? На святке близнецов здесь, друзья, в ток-шоу «Говорит Украина». Знаете, що я подумав? Ми ведь с вами тоже близнецы. Потому что мы без вас, зрителей, не можем. І мені дуже хочу надіяться, що і ви без нас, без ток-шоу «Говорит Украина» А я не совсем не добре у себе тут. Спасибо вам, що було місце. Пока. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН